Прошли выборы в Украине, хотя и первый тур президентских выборов, но информации очень много и, конечно же, все обсуждают эти очень странные президентские выборы в Украине. Конечно, они странные, потому что влияние России на внутреннюю жизнь Украины просто невероятное. Но вы видите, что происходит. Какие-то кандидаты-президенты едут в Москву встречаться какими-то там московскими деятелями, идет какой-то там странный разговор, ничего странного. Просто это понятно, что та же нынешняя ситуация, когда все-таки идет вооруженный конфликт между Россией и Украиной, что-то у России такие сильные позиции Украины, что он вообще делает то, что хочет, понимая. Всегда Кремль найдет каких-то партнеров, через которых он ведет свои дела. Но что же нет удивительного? Ничего удивительного нет. Все это, в общем-то, было ясно уже сразу после того, как убрали Януковича. Я помню, была такая ситуация, министр иностранных дел Польши встречался руководителем Майдана. И Сикорский говорит им, знаете, вот на днях Путин захватит Крым. Вы думали, что как бы была какая-то реакция стороны людей, которые руководили Майданом? Да ничего подобного. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот среди этих людей как-то было уж очень много тайных агентов Путина, которые вообще не интересовались вопросом, что там Путин будет захватить, что там Крым, Донбасс, разница-то. И, конечно же, эта ситуация, конечно, не изменилась Украине. Но Путин вообще делает то, что ему приходит в голову. Ну вот, пришло ему в голову, а давайте делаем президента Украины клоуна. Видите, как интересно. Весь мир видит, как во главе одни из крупнейших европейских государств Украины выбирает клоуна. Это же какой же это как бы пиар-ход со стороны Кремля. Вот вы и получили свою Украину во главе с клоуном. Конечно, мы люди толерантные, конечно. Клоун тоже может быть президентом. Но, видите, в Америке же был Рейган президентом. Но, понимаете, Рейган – это Рейган. Рейган был Рейганом и 50-е годы. Но, что касается господина Зеленского, то, конечно, там вообще ничего нет. Он, к сожалению, ноль. Но выбран Владимиром Владимировичем, чтобы вот как-то создать имидж Украине как несостоявшему государству. Как провалившимся государству. Люди, которые занимаются политикой, но хорошо понимают, кто ведут этот процесс в Украине. Это, конечно же, помощник президента по украинским вопросам господин Сурков. У него есть своя кахорта пиарщиков и московских, и немосковских, которые работают в странах Европейского Союза. Которые вот его обслуживают и в том числе ведут такие вот политические пиар-акции. Понятно, что господин Зеленский был выбран этими пиарщиками, как такой удачный кандидат. И, конечно же, брошен на бедных украинцев. Которые, конечно же, мы же понимаем, что жизнь в Украине очень сложная. Что президент Порошенко не был очень удачным. Но это идеальная почва для популистических настроений, для того, чтобы выбросить публике какого-то популиста, чтобы вот говорить, вот решение. Какое решение может абсолютно неопытный государственный человек Зеленский оказывать украинскому народу? Конечно, можно только представить. Но, к большому счету, понятно. Конечно же, Зеленский как президент значило бы одно. Люди думают, что жизнь в Украине плохая. Но вот, вы еще увидите, какая будет у вас жизнь для президента Зеленского. Я могу сказать, что это будет хуже, чем Луганск и Донецк сейчас. Вот что они хотят. Вот где цель-то. Конечно же, цель полный развал Украины. В том числе и территориальный. И, конечно же, когда мы выдвигаем неопытного, абсолютно человека, чтобы он занимался этими очень сложными делами, то провал обеспечен. И не имеет значения, знает ли этот человек, что его таким образом используют. Или не знает. Сознательно это делает или нет. Что его вообще движет. Какое-то безудержное самолюбие. Какое-то безудержное желание власти. Но понятно, что когда абсолютно недокотовленный человек возьмется за такое дело, что-то у него с головой не так. У Зеленского с головой что-то не так. Конечно же, честный человек, любящий свое государство, народ, не может на такое пойти, что я претендую на пост президента, не имею никакой подготовки, никаких знаний, не умеющий ничего в государственных делах. Но, видите, когда Зеленский называет Украину проституткой, называет украинцев охлами, понятно, что человек на самом деле ненавидит Украину, ненавидит украинский народ, ненавидит украинский язык. И, конечно же, целью, чтобы стать президентом Украины, не улучшение жизни украинского народа, а, конечно, не только уничтожение украинского государства, но и уничтожение украинского народа. Все это, конечно, очень серьезно, и все люди, которые занимаются политикой, прекрасно себе это представляют. В этом и вся ужас. Каким-то образом это все стало возможным. Но понятно, что люди, которые вели эту кампанию, конечно же, опирались на то, что люди недовольны жизнью, что жизнь очень сложна в Украине. И, конечно же, апеллировали по поводу кандидатуры Зеленского, прежде всего, на русскоязычных людей. Именно там, где есть русскоязычные люди, жители Украины, которые говорят на русском языке, поддержка Зеленского больше. Конечно, связано это тем, что они находятся под влиянием пропаганды российской, и, конечно, именно российские средства пропаганды организуют такой определенный имидж Зеленского и попытаются его навязывать украинским людям. Но надо сказать, что здесь еще и определенные такие внутриукраинские интеллиги. Мы знаем, что за Зеленским стоит Коломойский. Многих это удивляет, меня нет. Почему это должна удивлять кого-то? Коломойский и старый партнер Романа Абрамовича. Вы что, не слышали об этом, что ли? Не знаете, что это? Ага, Путин говорил, что Коломойский что-то украл у Абрамовича. А может, не украл? Может, это тоже какая-то легенда такая? Полтовня. Он был партнером Абрамовича. Значит, эти связи всегда были там. И поэтому и Зеленский, конечно. Кто же, что Москва должен был финансировать компанию Зеленского? Конечно, финансировал Коломойский. Старый партнер Абрамович. Все в порядке. Конечно, люди как-то шокированы, особенно последними заявлениями Коломойского, что события Кирсенского проведения это какая-то провокация Порошенко. Я даже не буду обсуждать, какие были мотивы там Порошенко это все там делать. Но Коломойский явно не понимает, что если мы говорим о том, что Украина государство, значит, у него есть границы, у него есть акватория морская, и что он там должен действовать. В том числе показывая агрессору, что у Украины есть какие-то права. Еще раз говорю, мотивы Порошенко – это одно. Но есть украинское государство. И, конечно, заявления Коломойского более чем странные. Они не то, что не патриотичные, но они просто вредные. Зачем их делать? Ну, думаю, остановит ли это украинских избирателей. Состояние они, в общем-то, как-то разобраться о этих непростых интригах. Конечно, понятно, что нет особенной любви к кандидатуре Петра Порошенко. У него было очень много возможностей делать жизнь украинцев лучше. Андрей Ларенов, который работал когда-то и советником президента Путина по экономическим вопросам, сразу после майдановских событий поднимал вопрос развития Украины. Но попыталась, в общем-то, влиять, показывать этот путь, какое должно быть развитие. Я помню ситуацию, когда попытались Ятенюку, который был премьер-министр тогда Украины, объяснить, что нужны вот такие-таки реформы. А ответ какие-то западные эксперты слышали вот такие утверждения. А у нас война. Но война, конечно, да, война, вооруженный конфликт, это бесспорно. Но жизнь показывает, что это не мешало бы нужным реформам в Украине. Вы их не провели. И поэтому у вас такой экономический результат. Поэтому у вас и есть такое недовольство населения. И, ну, многие говорят, что все же, так сказать, что-то стало лучше. Но я говорю, что, конечно, ошибки сделаны во время президента Порошенко. И, конечно, создали эту довольно тревожную ситуацию. И, конечно, решать украинцам, что они хотят. Но тогда они должны жить, в том числе, и результатами своего выбора. А еще раз говорю, что, конечно же, ставка на Деленского, это ставка на то, что Украина стала по своей жизненному уровню похожа уже на Луганский и Донецк. Чтобы этот уровень еще упал, который есть в Украине, жизненный уровень. И, конечно, цель такого, как бы, вещи, то, чтобы Украина стала расползаться территориально. Вот где цель. Поэтому, конечно же, кандидатура Деленского, но никак не подходит для национальных интересов Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова